В Ильнида не так много отелей. Сейчас там идет действительно стройка. Само по себе Ильнида неинтересна как поселок. Ильнида интересна только в том смысле, что рядом с Ильнида вот эта вот бухта, и там более 45, ну разные цифры в интернете, но их много островов. А около этой бухты нет отелей остановиться? Вот тот отель, который назвал Виталик, это как раз очень интересно. Мы-то ведь впервые туда поехали, и мы не знали очень хорошо эту геолокацию. Все стремятся остановиться в Ильнида. Но если вы остановитесь в отеле, который будет чуть-чуть не доезжая до Ильнида, то вы как раз... Коронг-каронг называется. Да, место Коронг-каронг называется. Это вот практически по пути. Может, так сказать, прям вот, да. То вы получите фантастическую панораму из окна. Потому что там, где Ильнида, вот Ильнида, это такая лагуна, но ее можно сравнить отдаленно, очень отдаленно. Ее можно сравнить с нашим Геленджиком по структуре. И только по структуре. Потому что эта бухта вот такая вот с двумя мысами. Тут стоит огромная скала. И вот если вы остановитесь не в этой бухте, а это и есть Ильнида, а за этой скалой, вот там дальше, то как раз там находятся все острова. Туры все начинаются в Ильнида, но они все уплывают туда, через проход такой между скалами, они все плывают туда. И у вас окна как раз будут выходить на вот этот вид. А особенно если вы возьмете третий, не второй и первый этажи, а третий. Там таких отелей немного. Там вот их раз-два и обчелся, которые имеют вот эту этажность выше второго этажа. И тогда вам обеспечено, что вот сколько вы дней там пробудете, вы все время будете лицезреть вот эту красоту. В туре вы находитесь или не в туре? Потому что большинство, кто приезжает на Ильнида, они, конечно, это все видят только, когда они находятся в туре. А потом приезжают на стройку и живут на стройке. На стройке. Ну, мы, как получается, заехали сразу и видели эту стройку. И у меня сразу возникло следующее желание. Я думаю... Плак. Ну, есть этот вид. Вид, конечно, хорошо, прекрасно, но иногда... Ну, конечно, если ездить на экскурсии, то практически целый день человек отсутствует в доме и приезжает после обеда. Но все равно не хочется слышать эти всякие долбящие звуки и строители, которые сверху работают. Мы прошлись, посмотрели. Стоимости разные. Даже есть вот буквально наш отель и сразу же следующий такой неприметный, но внутри очень даже уютненько, очень даже симпатично, вполне чистенько. 1300, 1000 рублей за ночь. То есть, Эль-Нидо, это не такие там... Там есть цены разные. Там есть точно так же буквально от Эль-Нидо, Буко отель, один из самых популярных там, причем европейских. Европейского... Там англичане. Да, да. Британка, мы с ней тоже познакомились. Я намного чего интересного рассказал. Номера там начинаются от 250-300 долларов и выше. Это в зависимости от локации какого-то номера. Сделано все очень красиво в таком а-ля-балийском формате, с этими всякими такими живописными местами, в виде ванных, туалетов. Ну, красиво действительно сделано. Но вида у них нет. Да. Вот это особенность. Хотя дороже стоит. То есть, там нет привязки вот этой. Я еще, конечно, понимаю, там есть вот два или три резорта, которые непосредственно в самом этом Эль-Нидо, на одном из этих красивых островов, которые внесены в эту охранную зону, там цены, да, там цены есть и по 800 и по 1400 долларов за ночь. Баснословные деньги. Но там действительно вы одни. Я не знаю, как ситуация обстоит там, но тем не менее, потом дальше с кухни тоже был нюанс следующий. По поводу того, что, например, вы хотите что-то заказать, а вам могут в ответ сказать нестанисло. Вы знаете, наш повар, как куда-то ушла. Да, ушел. Поэтому мы не уважаем. Он вот ушел лишь на экскурсию, там, искупаться, там, кран. Да, это нормально, да. И ты ничего не сделаешь, поэтому ты вынужден идти куда-то. Большинство блогеров, которые снимаете, делите на четыре, потому что показывают следующее. Артем, подожди. Я обратился к букингу, хочу обратиться к блогерам. Вот да, хочу как потребитель, я не блогер, может быть, я им стану, назревает ситуация, но хочу обратиться к блогерам, которые вот ездят. Все блогеры сразу, да. Хватит врать. Да, точно, поддерживаю. Хватит врать. Понимаете, купить глянец и посмотреть на Бали, на Мальдивы, на Сейшелы, я могу без вас, без ваших роликов. Глянцевые картинки с пальмами, с песком и с лазурной водой, мне… Тебе удивляют эти картинки, когда человек или девушка там в купальнике на песке, солнце. И я думаю, вот реально попробуйте просидеть три минуты под солнцем. Вот попробуйте просидеть и какое удовольствие. Просто я опять же, как потребитель различной информации, такое, особенно сейчас это же в тренде, когда ты пользуешься не телевизором, а интернетом, то возникает такой миф, такое ощущение, стереотип, что если ты посмотрел что-то у блогера, вот он походил с камерой, то это будет не то, что отсняли там в «Орел и решка» или отсняли еще в какой-то программе телевизионной, посвященной путешествиям или тревел какому-то направлению, а на самом деле получается даже хуже. То есть вы еще и мало того, что вы врете, вы еще и непрофессионально это делаете. Причем я хочу сказать, что вы на этом очень серьезные деньги проигрываете, потому что когда ты побывал как турист в каких-то местах и сам не сумел снять, потому что сейчас у всех есть телефоны и камеры и так далее, то ты надеешься это же место посмотреть у другого и интересные вещи увидеть и, может быть, себе сохранить это видео и запомнить этого блогера. Но очень у многих блогеров как раз этих моментов и нет. Я не знаю, с чем это связано. Куда вы свои камеры запихиваете в эти моменты интересные? Почему у вас их на видео нет? Почему у вас этот глянец один только присутствует? Только в последнее время те ребята, которые ездят по тем же азиатским странам, видимо, у них контент заканчивается, они начинают там за 15 минут, мы объездим весь остров Фукок, он находится во Вьетнаме, и покажем вам все пляжи, которые там есть, и плохие, и хорошие. Понятно, что за 15 минут нельзя сделать достаточно хорошего анализа, но они уже начинают все-таки показывать реальность, хоть чуть-чуть, но реальность. Вот, поэтому мы видели фотографа, который снимал рядом вот с этим Буком, мы видели фотографии, которые в журнале, вот Сибу Патифик лежит журнал прямо этого Бука и так далее, но при этом ты понимаешь, что все эти фотографии с некупабельного пляжа. Вы можете себе представить, что вся эта красота, там вы не искупаетесь, вам нужно ехать 30... В Ильнидо пляже есть, но там некупабельный не с одной, в каком смысле, там... Песок, песок, песок такой коричневый, некрасивый, вода мутная, нет, 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 причем везде, и в этой бухте, и в Корон-Коронке, и в самом городе Ильнидо, там даже значки стоят, вот эти предупреждающие, купаться не надо. Во-первых, очень много швартуется этих всяких банок прямо возле берега, и это даже опасно, поэтому может из-за этого даже запрещают. Покупаться можно спокойно только тогда, когда вы едите на экскурсию, и там есть вот эти разные острова, там, конечно, очень... Ну или вот этот Ласкопалос, пляж, который нужно проехать 30 минут на цикле или там. То есть в самом Ильнидо его нет, надо выезжать. То есть реально в Ильнидо нет пляжа, давайте, чтобы вот слушать Ильнидо... В Ильнидо, но это не секрет, кто-то пишет это, да, это не секрет, кто-то пишет, что сам пляж, который находится вот по периметру поселков в этой лагуне, это некупабельный пляж, там купаются либо местные дети, либо местные какие-то вот жители, отдельно взятые, там действительно никто не купается. Это для, в общем-то, для приезжих это должно быть известно. Ну и есть этот, как он, пляж Ласкопалос, по-моему, или что-то, я, может, неправильно выглядел. Он называется Ласкопалос. Ласкопалос, да. Там, конечно, да, он белый, но он не возле города, там минут 30-40, надо ехать на трицикле туда, да. Есть водопады, да, есть водопады, есть какие-то свои примечательности. Или селиться непосредственно сразу в отелях, которые там. Это совершенно стоимость другая. Просто на это обращайте внимание, где находится отель, и спрашивайте, непосредственно лучше позвонить и спросить в отель. Потому что, например, у нас получилось следующее. Если через Букинг мы еще успели заказать отель, который был в Перто Принцесс, то когда его бронировали в Эль Нидо, Букинг уже не хотел это подтвердить непоизвестным, непопонятным причинам. Он, видимо, чувствовал, что я плохо к нему отношусь, к этому. Вычислили, Артема уже вычислили. Отслеживали его такой по камер наблюдения. Не надо подтверждать. Поэтому мы, получается, непосредственно звонили туда в сам отель, с отелем уже задавали какие-то вопросы и выясняли вот это все. Как это компенсируется, отсутствие пляжа? Компенсируется это тем, что вы можете поселиться в приемлемый отельчик за 1300, а потом выйти из него, если у вас нет никаких туров и никаких планов таких на день глобальных. прийти в Буку, который прямо рядом, и пользоваться всей инфраструктурой Бука. И их рестораном, и пассейном, и они полотенца принесут, они рады. Это, наверное, распространено, я так думаю, вообще на Филиппину. Платить, ну, если вы там пообедаете, это и будет ваша плата за... То есть они не берут входной взнос, а просто вы там Хотя они предупредили, если за Буку конкретно, то, что я разговаривал, я вот спрашивал ее, она говорит, если вы приходите и кушаете, в течение дня вы оставляете не меньше 500 паса на одного человека в виде какой-то услуги, то тогда не проблема, вы можете смело пользоваться, все хорошо. Или, например, вы ничего не хотите, тогда вы можете просто заплатить эти деньги, но это глупо, все равно хочется готовить, там не плохо. Если вы ходите, ну, как на день, даже как на пляж вы идете, ну, редко кто, наверное, с собой несет всю еду, как бы, ну, зачем себя нагружаете, так много всяких вещей, может быть, там, полотенце, сменная одежда и так далее, то вы все равно так или иначе закажете себе какой-нибудь коктейль, закажете себе что-то, там, пицца у них очень вкусная в Буку, вот именно, она настоящая, не полуфабрикат размороженная, а настоящее тесто. Вот это мы можем отметить, да, что это редко встречается на Филиппинах, и многие пишут о том, что не просто кухня другая, а есть нечего, вот такое в сети присутствует. А блогеры пишут, что можно поесть за 250 пес, у меня вот вопрос, поесть что и где? В Эльниду не проблема, в Эльниду это проблема, в Эльниду раз, два, три, четыре, пять и обчелся, и причем большинство из этих пяти это при нормальных отелях, это не рестораны, которые отдельно, там есть несколько... Это надо походить, поискать, посмотреть. Я объясню, в чем проблема. Проблема в том, что ты приходишь, вроде место выглядит нормально, но тебе приносят, ты понимаешь, что ты зря заказал пиццу, потому что эта пицца, она не пицца. То есть ты такое в Москве не ешь. Это считается вот прям совсем-совсем, вот если у тебя денег совсем нет, и ты вот уже с голоду умираешь, то ты что-то где-то на вокзале, в какой-то там забегаловке ты что-то схватил, вот это не пицца. Вот в этом смысле есть проблема, потому что для них это пицца, у них заявлено в меню, меню может красиво выглядеть, но тебе принесут вот это. Но бог не с пиццей, можно и забыть про нее, я не фанат пиццы, просто такой случай был, и я рассказываю. Проблема с теми, кто считает, что филиппинское направление это направление для людей, которые стремятся к каким-то духовным вещам, духовным практикам. Вот вы духовными практиками и занимаетесь, подальше от холодильника, подальше от еды, потому что на самом деле проблема с соками, в том смысле, что сами-то вы себе его сделаете, и папайи растут, и бананы, это самостоятельно, но если вы придете, вам нужно будет целую лекцию прочитать официанту, чтобы объяснить, что вам туда не надо воды. Если вы заказываете сок из арбуза, он состоит из 90% воды, но туда не надо лить воды, для них непонятно, а как же это сделать, арбузный сок, и не налить туда еще воды, и сахара, и без льда, да. Потому что они иногда добавляют не на сахар, а там льда больше половины, а потом становится только водой. И как бы это была бы не проблема, ну сказали, сделали, но проблема в том, что это все время как какое-то такое вот, каждый раз, как в первый раз. Они всегда так удивляются, всегда им нужны дополнительные комментарии, и если у человека плохо с английским языком, для него это станет проблемой. Каждый раз по 20 минут каждому официанту в разных местах объяснять, что ему вот это не надо, и что так можно сделать, и у вас все получится, неважно у вас там блендер или что там, и на чем вы делаете, потому что арбуз это на 90% вода. Да, это интересный момент, и я подтверждаю. Вот я всегда вот, я, во-первых, не беру этот лед, и всегда говорю, ни сахара, ни льда. И это очень важно, потому что льда может быть там больше 50 по объему потом. Поэтому смело, если вы заметите, потому что лед, вот когда если тебе воду наливают, ты замечаешь, что тебе наливают воду, да. А когда лед, это не воспринимается, как будто, как вода, это воспринимается, как некоторые, тебе еще и лед дали. Так что это супер, ты еще должен и поблагодарить. Спасибо за лед, вот такое. Поэтому, не знаю, хотите, воспользуйтесь этим советом, просто говорите, без льда. И я вот сюда говорю, и у меня получается реального сока больше на минимум 30-40%. По нашим наблюдениям, вот если как-то закрыть тему с едой, по нашим наблюдениям, если вы найдете хорошие вот точки для себя приемлемые, где вы можете пообедать, поужинать, если вы действительно турист, который приехал, ну, как сказать, посмотреть разные экскурсии, вам некогда заниматься тем, что вы будете себе придумывать сами, что на обед, что на ужин, а вы действительно где-то это будете делать, и вы нашли, предположим, эти точки, то вы должны быть готовы к тому, что за это нужно будет заплатить. Ценник, как в Москве, то есть у вас средняя цена не 250 песо будет за обед, на двоих, тем более, не 250 песо. Надеяться, что вы поедите качественно в Эльнида, да и вообще, ну, как бы сказать, на Филиппинах вот в целом, в хорошем месте, с хорошей едой, к которой вы привыкли, за дешево, не надейтесь, у вас все равно уйдет полторы, 1700, 1500 песо, 2000, а если вы еще алкоголь туда добавите, то еще больше может выйти, потому что у нас люди любят посидеть. Это вот если вы взяли первое, второе и сок, то да, а если вы еще туда коктейльчик один добавили, вечером еще повторили или пиво одно, потом еще повторили пиво, то у вас и все три может тысячи выйти. Если это место хорошее, действительно с хорошей кухней. Но благо, что они есть, их можно найти, то есть надо поискать и найти. Но вот работу такую нужно провести. Заранее нужно понимать, что нельзя сказать, что Эль-Нидо это только красиво и обалденно. Тут надо разграничивать обязательно вот эти два утверждения. Все, что касается природы по десятибальной шкале, это 15, ребят. Ради этого стоит действительно ехать и стоит смотреть. Сейчас дальше мы начнем рассказывать про сами экскурсии, что же там такого удивительного и хорошего, потому что там действительно есть что посмотреть. Но вот что касается инфраструктуры и обслуживания, ну вот это еще желает лучшего, потому что нельзя сказать, что этого всего нет, это есть, конечно, но так, с переменной относительностью. Спасибо, вот этот анализ, вот он просто действительно разложил по полочкам для людей вот это, что там плюс, что там минус, что делать, что не делать. Дальше сами экскурсии, расскажем про экскурсии.